Продолжение следует... ...мягкий, небольшая группа одушевленных существительных с окончаниями «а» или «я», существительные, которые имеют уменьшительно-ласкательные суффиксы, например, в слове «парнишка» суффикс «ишк», или увеличивающий суффикс, как в слове «холодище» суффикс «ищ». Такие существительные могут иметь окончания «а», «я», «е», но все равно они принадлежат мужскому роду. И существительные мужского рода – это существительное подмастерье. К женскому роду относятся существительные с окончаниями «а» или «я», таких слов большинство, а также слова, оканчивающиеся на мягкий знак и имеющие в форме родительного падежа окончание «и», «нет лошади», «мыши». К среднему роду относятся неодушевленные существительные, оканчивающиеся на «о» или «е». Также 10 слов, оканчивающиеся на «мя» – это разносклоняемые существительные, имя, вы, имя, бремя и т.д. И единственное одушевленное существительное – дитя, существительное среднего рода. Кроме того, есть существительные общего рода со значением лица. Они оканчиваются на «а» или «я» и дают характеристику предмету. Такие существительные могут выступать как существительные мужского рода, если они обозначают лицо мужского пола – «какой ты ягоза». И, соответственно, они выступают как существительные женского рода, если обозначают лицо женского пола – «какая ты ягоза». Кроме того, есть в русском языке существительные, которые употребляются только в форме множественного числа, например, духи, бусы, ножницы, у них рот не определяется. И следующая наша тема – это правописание гласных «о» и «е» после шипящих в суффиксах существительных. Правило простое. «О» мы пишем под ударением, «е» в безударной позиции. Давайте посмотрим на примеры. «Девчонка» – ударная позиция после шипящей в суффиксе существительного. Пишется гласное «о». «Кукушонок» – то же самое. Под ударением, после шипящей в суффиксе существительного пишется гласное «о». И на другие примеры. «Реченька» – в безударной позиции пишется гласное «е». «Кукушечка» – безударная позиция после шипящей в суффиксе пишем гласную «е». Обратите внимание, есть исключения. Это иноязычный суффикс «ер». Он всегда пишется одинаково. Его можно встретить в таких словах, как «дирижер» и «монтажер». Запомните его правописание.